Два года спустя. Уроки украинского конфликта и наихудший сценарий для Киева. Украинский конфликт приближается ко второй годовщине, однако варианты мирного урегулирования по-прежнему не просматриваются. Киев, несмотря на колоссальные потери и нехватку оружия, обещает организовать новое контрнаступление. На Западе царят мрачные настроения, однако идти на дейскалацию там не торопятся. Тем временем эксперты обращают внимание на разногласия между США и Европой и ошибки западного подхода к построению архитектуры глобальной безопасности. В чем главный урок украинского конфликта? Как Запад оценивает перспективы украинской армии? На какие вопросы предстоит ответить Европе и что думают обычные украинцы? Рассказываем в обзоре Белта. Проиграли все. В чем главный урок украинского конфликта? 24 февраля исполняется два года с начала украинского конфликта, пишет китайское издание Global Times. Этот конфликт стал трагедией не только для России и Украины, но и для всего мира. Но что же стало его первопричиной? Украинский кризис не возник в одночасье. Он имеет сложный исторический контекст и длительный процесс развития, отмечает издание. Существовало множество возможностей разрешить кризис, но все они были упущены. Ситуация постепенно обострялась, что в итоге привело к военным действиям. Коренная причина российско-украинского конфликта лежит в длительном дисбалансе в самой структуре европейской безопасности, сложившейся после Холодной войны, говорится в редакционной статье Global Times. США и их европейские союзники не уважали и не придавали значения законным опасениям России, крупной региональной державы, касающихся ее безопасности. Некоторые американские мыслители, такие как Генри Киссингер и Джон Миршраймер, давно предупреждали политиков в США, чтобы они обратили внимание на опасения России. Однако движимые высокомерием, самодовольством и эгоизмом, США и другие западные страны продвигали политику расширения НАТО на восток, игнорируя уникальные исторические и географические связи России и Украины. В конечном итоге это привело к неконтролируемой ситуации. В украинском конфликте нет победителей, в нем проигрывают все, отмечает Global Times. Даже самые консервативные представители западного лагеря вынуждены признать, что санкции против России не принесли результатов и, по сути, провалились. Одна лишь Германия на фоне конфликта понесла убытки до 200 миллиардов евро. Поэтому на Западе сейчас испытывают растущее чувство усталости от Украины. Общественное мнение колеблется, а перспективы военной поддержки Киева неопределенны. Политическое решение украинского кризиса и скорейшее начало переговоров крайне востребованы международным сообществом. Текущий вопрос заключается в том, готовы ли США и Запад это признать, пишет издание. Недавний опрос, проведенный по заказу Global Times в 20 странах, показывает, что большинство респондентов выступают за разрешение украинского конфликта путем мирных переговоров. Причем уровень поддержки превышает 60% в Германии, Франции и США. Инициатива глобальной безопасности, инициированная Китаем, указывает на то, что законные проблемы безопасности любой страны следует воспринимать серьезно и должным образом решать. Их нельзя игнорировать или систематически нарушать в течение длительного времени, продолжает Global Times. Любая страна, стремящаяся к собственной безопасности, должна также учитывать законные интересы безопасности других стран. Одержимость США и их европейских союзников коллективной политикой и лагерной конфронтации не может заставить страны, находящиеся за пределами их групп и лагерей, чувствовать себя в безопасности. Самый большой урок, который преподал миру украинский конфликт, заключается в том, что безопасность должна быть общей, иначе это неизбежно приведет к неразрешимым дилеммам. Многие политики в США и Европе лишены дальновидности. Они полны слепого оптимизма, полагая, что крупномасштабные войны сегодня невозможны. Конфликт между Россией и Украиной разрушил эту иллюзию, но не заставил США и Запад задуматься и внести коррективы. Поскольку украинский конфликт приближается к своей второй годовщине, необходимость мирных переговоров становится все более актуальной, и международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы положить конец этому конфликту как можно скорее. И прежде всего США и западные страны, которые способствовали разжиганию конфликта из-за своих собственных интересов, должны приложить усилия, чтобы положить конец этой войне, резюмирует китайское издание. Зеленский обещает новое контрнаступление. А что думают на Западе? Накануне второй годовщины украинского конфликта президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News. Он заявил, что Украина будет готовить новое контрнаступление. Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию, заявил Зеленский. При этом он отметил, что против России даже оборона является большой задачей и вызовом, поскольку силы не равны. Зеленский также заявил, что мир не готов к поражению России. Не очень справедливо спрашивать у украинцев, когда закончится война. Мы делаем все возможное, чтобы она закончилась. Но давайте откровенно. Мир не очень готов к поражению Путина. И мир боится изменений в России, сказал Зеленский. Говоря о дефиците военных поставок, Зеленский заявил, что ситуация критическая. Он призвал Запад быстрее избавиться от бюрократии, иначе у Киева не останется шансов. При этом, по словам Зеленского, других вариантов, кроме как воевать, Киев не рассматривает. Какой-либо план «Б» для украинских войск Зеленский отказался обсуждать. Как отмечает украинское издание «Страна», под планом «Б» вероятно подразумеваются переговоры. Этой темой недавно коснулись и в России. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной станут возможны, когда сменится киевский режим. В то же время он признал, что даже с нынешней властью в Украине Россия готова сесть за стол переговоров. Но сама Украина этого не хочет. Позиция российской власти здесь понятна. С одной стороны, она, судя по всему, готова на переговоры с фиксацией своих нынешних завоеваний. С другой, грозит случай отказа Украины от переговоров пойти дальше и захватить еще больше территорий, пишет «Страна». На Западе российские предложения, судя по всему, сходу не отметаются, продолжает «Страна». Так, американское издание «Политика» сообщило, что западные союзники могут начать подталкивать Украину к переговорам уже в этом году. Причем с фиксацией за Россией тех территорий, которые находятся под контролем российских войск. Когда некоторых европейских дипломатов попросили описать оптимальный исход для Украины в наступающем году, они говорили о стабилизации конфликта. На вопрос о том, что это повлечет за собой, дипломаты заявили, что это будет означать подталкивание Киева к началу переговоров с Путиным, чтобы заморозить конфликт и зафиксировать текущие территориальные приобретения в обмен на западные гарантии безопасности. Например, те, которые недавно были подписаны с Францией, Германией и Великобританией. И путь к членству в ЕС, пишет издание. Политика также отмечает, что отдельные группы на Западе надеются вернуться к обычному бизнесу с Россией вскоре после гипотетического замораживания войны. Этим объясняется, в частности, нежелание конфисковывать российские активы. Запад не отказался от Украины, но его преобладающее внимание к управлению рисками свидетельствует о желании свести на нет конфликт и заключить сделку с Путиным, если это возможно, раньше, чем позже. Вопрос, нависающий над конфликтом, заключается в том, предотвратит ли такой подход катастрофу или приведет к чему-то худшему, резюмирует издание. В газете «Политика» также вышел материал с заголовком «Военная стратегия Украины. Выжить в 2024 году, чтобы победить в 2025». В нем журналисты опросили аналитиков, действующих офицеров и военных экспертов касательно перспективы на предстоящий год. «Этот год будет годом восстановления и подготовки с обеих сторон, как 1916 и 1941-1942 годы в последних мировых войнах», – сказал бывший замминистра обороны Бельгии Марк Тис. Министр обороны Эстонии Ханна Певкур считает, что к 1925 году Украина сможет иметь достаточные навыки и средства, чтобы победить Россию. Никто из опрошенных не мог дать точную дорожную карту на 2024 год, но все согласились, что весна будет посвящена управлению ожиданиями, поскольку у Украины не будет ни оборудования, ни персонала для начала значительного контрнаступления. Без западной ПВО, дальнобойных ракет и артиллерийских снарядов Киеву будет сложно создать надежную и устойчивую оборону. Очевидно, что Украина отстает, считает «Политика». Еще одна проблема для Украины – сохранить веру в ее победу. Настроения у союзников мрачные. Это показала Мюнхенская конференция, где царили тревога и пессимизм относительно ситуации в Украине. Единство начинает рушиться. С чем столкнулась Европа? Вторая годовщина украинского конфликта ставит перед Европой серьезные вопросы относительно дальнейшей поддержки Киева. Как отмечает американский телеканал CNN, нынешний конфликт идет у границ Евросоюза, а финансовая помощь Украине со стороны США заморожена. Украина после нескольких месяцев ожесточенных боев лишилась стратегического пункта – города Авдеевка. После Артемовска это стало самым большим поражением ВСУ. В то же время финансовая помощь Киеву со стороны США застопорилась, а единство между Европейским Союзом и НАТО начинает рушиться. Почти каждое важное решение задерживается или находится под угрозой ВЕТА, отмечает CNN. С начала конфликта Евросоюз потратил более 100 миллиардов долларов на финансирование Украины. Лидеры ЕС также договорились о пакете помощи Украине в размере 54 миллиардов долларов на период до 2027 года. Кроме этого, Великобритания обязалась довести финансирование Украины до 15 миллиардов долларов. Для сравнения, США уже выделили Киеву 66 миллиардов долларов, и еще 60 миллиардов долларов могут быть одобрены Конгрессом. То, как активно Запад поддерживал Украину в течение последних лет, многих удивляло. Однако на фоне затягивания конфликта и необходимости выделять новые суммы для финансирования Киева, растет усталость от Украины, считает CNN. К тому же, внимание мировой общественности оттягивает Ближний Восток, а в мире наблюдается рост стоимости жизни и инфляции. В этой связи западным лидерам становится все труднее объяснять населению, необходимость тратить огромные суммы на Украину. К неблагоприятным факторам добавляется перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Трамп четко обозначил, какой будет его политика в отношении Украины. Кроме этого, хорошо известны его антинатовская риторика и общее презрение к европейским институтам, отмечает телеканал. Никто не знает, что случится, если Трамп станет президентом. Однако можно прогнозировать наихудший сценарий для Украины, если новый хозяин Белого дома решит, что США уже потратили достаточно. Это тревожная перспектива для европейских чиновников, полагает CNN. На Западе официальные лица утверждают, что Европа в состоянии продолжить финансирование Украины, если США откажутся от поддержки Киева. ЕС очень хорошо умеет собирать средства. Есть инструменты, которые он еще не использовал, сказал CNN один из представителей НАТО. Он заявил, что в ближайшие 12 месяцев Брюссель должен рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Хотя эти деньги по закону не могут быть использованы для покупки оружия, их можно использовать для покрытия компенсационных расходов, высвобождая деньги на оружие из бюджета ЕС и национальных бюджетов, сказал собеседник CNN. Однако за пределами Европы многих удивляют разговоры о возможности использования российских активов. Там полагают, что подобная практика создаст опасный прецедент. Но трудности с финансированием не единственная проблема европейцев. Важный вопрос, который стоит перед ЕС – смогут ли европейские страны предоставить Киеву необходимое оружие? Ответ отрицательный. У Европы сейчас просто нет производственного потенциала, чтобы самостоятельно обслуживать Украину в течение следующих 12 месяцев, считает CNN. Многие западные чиновники считают, что Европе необходимо закупать больше оружия и снизить свою зависимость от США в плане безопасности. Если Европа все же научится защищать себя и быть более самостоятельной, то это может стать хоть каким-то положительным эффектом от украинского кризиса, заключает телеканал. Победа близко? Что думают европейцы? Спустя два года после начала украинского конфликта лишь 10% европейцев верят, что Украина сможет одержать победу, пишет британская газета The Guardian. Опрос был проведен в январе 2024 года. Участие в нем приняли свыше 17 тысяч респондентов из 12 стран ЕС – Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Франции и Швеции. Результаты исследования продемонстрировали пессимизм европейцев по поводу исхода конфликта. Это связано с провалом украинского контрнаступления, снижением поддержки США и возможной победой Дональда Трампа на американских выборах. The Guardian отмечает, что опросы были проведены еще до того, как Россия взяла под контроль Авдеевку. По мнению издания, это стало самой значимой победой российской армии со временем захвата Артемовска весной 2023 года. Опрос показал, что только один из десяти европейцев верит, что Украина победит на поле боя. Даже в самых оптимистично настроенных странах ЕС – Польши, Швеции и Португалии – в победу Украины верят лишь 17% опрошенных. При этом 37% респондентов считают, что война закончится урегулированием на основе компромисса. Опрос также показал, что многие европейцы видят негативные последствия от украинского конфликта для Европы. При этом 33% опрошенных заявили, если США откажутся от поддержки Украины, то Брюссель должен последовать примеру Вашингтона. Подобная смена настроений в обществе требует от европейских политиков изменить подход к ситуации на более реалистичный. Чтобы обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны Европы, лидерам ЕС придется изменить свою риторику о войне, заявил Марк Леонард из Европейского совета по международным отношениям. По словам Леонардо, в обществе растет скептицизм в отношении нарратива о том, что оказание военной помощи Киеву необходимо для того, чтобы Украина подошла к заключению мира с Россией на выгодных для себя позициях. Вера в победу снижается не только в ЕС, но и в самой Украине. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Так, в мае 2022 года в победу, безусловно, верили 80% опрошенных украинцев, в декабре 2023 – 65%, а в феврале 2024 – уже 60%. Большинство респондентов согласны, что помимо военного нужно искать и дипломатические пути урегулирования конфликта. Эта цифра выросла за два года с 59% до 72%. В течение 2023 года снизилась доля украинцев, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении. В феврале-марте 2023 года так думали 61% опрошенных. По данным на декабрь 2023 года, с таким утверждением согласны 45% опрошенных, что кроме этого снижается количество украинцев, которые верят, что решить существующие проблемы удастся в ближайшие несколько лет. Сейчас в это верят лишь 33% опрошенных. Тот факт, что украинцы устали от войны, признают и в Киеве. Украинский социолог Алексей Антипович говорит, что жители Украины не видят будущего. Неуверенность, неопределенность – это, наверное, две основные эмоции. Никто не видит будущего. К этому можно было бы добавить грусть, хотя она явно не превалирует. Мы будем говорить о нарастающих страхе и гневе, но в значительно меньшей степени, говорит Антипович в интервью BBC. При этом социолог отмечает, что и до войны радость мало присутствовала в оценках украинцев относительно государства и собственной жизни. Сейчас мы такое впечатление внутренне увязли в какой-то точке и не знаем, куда из нее двигаться. Есть такое модное выражение – не в ресурсе. Вот украинцы сейчас не в ресурсе для какого-то эмоционального, вдохновенного прорыва, заключает социолог. Продолжение следует...